СПОРТ Агентство молодежи физической культуры и спорта Канат Арпачиев. Также там были близкие и фанаты Шевченко. Всегда, где бы я ни находилась, Кыргызстан со мной. Потому что Кыргызстан – это моя родина, где я родилась, где я получила все свое воспитание. И, конечно, за рубежом поддержка наших земляков чувствуется в два раза больше. В любом месте чувствуется поддержка очень сильно. И где бы они ни находились, они всегда приходят, поддерживают с флагами, кричат. И это на эмоциональном уровне, это очень приятно. И для меня это как бы толчок, который меня вперед ведет. Валентина Шевченко занимается спортом с самого детства. Уже в пять лет девочка стала ходить в секцию тэквондо, тренируясь под руководством Павла Федотова, которого потом часто благодарила в интервью за мудрое руководство. По словам Валентины, всеми своими достижениями она обязана именно ему. У девушки есть сестра Антонина, также выдающаяся спортсменка, чемпионка мира по боевым искусствам. Как сообщила Валентина, на встрече с журналистами боя между сестрами никогда не будет, так как такого точно не одобрит их мама. Их мать возглавляла Федерацию тайского бокса в Кыргызстане и имела третий дан по тэквондо. Поэтому в интересе девушек подобным видам спорта не было ничего удивительного. Обе сестры Шевченко всю жизнь тренируются у Федотова. Валентина говорит, что он воспитал в них не только спортсменок, но и сильных, уверенных в себе личностей. Валентина и сейчас вспоминает свой первый бой на мировой арене с трепетом и переживаниями. Это был 2003 год. Алмата, Казахстан. Чемпионат мира по тайскому боксу IFMA. Это было все настолько волнительно для меня. Конечно, это был такой уровень соревнований большой. Но вы знаете, что я могу выделить из этого? То есть я волновалась перед боем. Конечно, я волновалась. А Павел перед боем, он мне сказал, что ты волнуешься. Ты, главное, делай свое дело. И ты знаешь все, что надо делать. Ты умеешь все, и у тебя все есть для того, чтобы выиграть. Поэтому хватит, вот, спортсмены любят перед боем размышлять, думать насчет боя. Просто не думай. Делай то, что ты умеешь. И все. И я делала все, что я умею. И я завоевала золото. Сейчас Валентине Шевченко 31 год. И помимо чемпионского пояса в UFC, у нее есть достаточно наград. Перед дебютом в UFC Шевченко занималась кикбоксингом и тайским боксом. И обзавелась 16 наградами мировых чемпионатов. В UFC она дебютировала в 2015, а чемпионский пояс взяла три года спустя. На сегодня провела в UFC 7 боев, из которых выиграла 5. Первый титул чемпиона мира по тэквондо UTF она завоевала в 2002 году. А в 2003 стала обладателем чемпионского пояса по тайскому боксу. Валентина Шевченко обладательница звания «Лучший тайбоксер среди женщин». Мы проделали большой путь в единоборствах. То есть Валентина выступает очень давно, имеет множество и множество боев. И поэтому она долго к этому шла, чтобы получить титул UFC. Ей приходилось выступать много в разных странах. Она выигрывала многих соперниц. И, конечно, она очень хотела приехать в Кыргызстан. И вот в таком статусе чемпионке UFC ей было приехать очень приятно. Валентина Шевченко по прилету провела встречу с горожанами и гостями столицы. Так в торговом центре кыргызстанцы смогли задать свои вопросы чемпионке. А 9 апреля проведет встречу на центральной площади города Ож в 6 часов вечера. Напомним, что в последний раз Валентина Шевченко была в Кыргызстане летом 2011 года и проводила сборы на Иссыкуле. А еще в юности спортсменка переехала в Россию и несколько лет тренировалась в Москве. Однако позже вместе с тренером переехали в Перу для дальнейшего спортивного роста. На встрече было большое количество фанатов Валентины и просто поклонников единоборств. Мы решили поговорить с ожидающими приезда своего кумира горожанами. Для меня UFC – это вид спорта. Я начала смотреть в 2015 или 2016, я не помню. Но есть внутри волнение. Она очень сильная, умеет себя вести в боях. Много раз побеждала, подняла нашу страну. Знаете, я просто сестер Тоню и Валю знаю с тех пор, когда они были юными и учились в Институте искусств. Потрясающие совершенно девочки. Слежу, конечно, за их успехами. Очень горжусь тем, что они наши соотечественницы, что они выступают под нашим флагом. И всегда привожу в пример сыну, насколько девчонки целеустремленные, волевые и насколько они разносторонние. Я еще маленькая была, когда первый раз побывала на этом турнире по тайскому боксу, после чего у меня какая-то проснулась спортивная любовь к этому виду спорта. И, конечно, на протяжении многих лет мы наблюдали за ее победами. Это не просто занятие, это, наверное, жизнь. Павел всегда говорил, что мы люди боевых искусств. Валя и Тоня – это девчонки боевых искусств. Это их стезя, это их смысл жизни. И это поиск поиск и наш! Как сообщила спортсменка по прилету на родину, сейчас у нее на первом месте карьера. 9 июня текущего года в Чикаго Шевченко проведет первую защиту своего титула против американки Джессики Ай. Также она рассказала, что планирует непременно посетить Кыргызстан еще раз и обязательно летом. Этот визит продлится всего неделю, так как Антонине Шевченко и ее сестре предстоит провести бой 20 апреля в Санкт-Петербурге. А через два месяца и самой Валентине предстоит бой, и она должна защитить свой пояс. Тренировки у нее продолжаются даже на отдыхе. Отметим, что Валентина также увлекается игрой на гитаре, поет, танцует и рисует. Ранее в социальных сетях ее сестра Антонина опубликовала картины многократной чемпионки мира Валентины Шевченко. На них изображены герои кыргызского эпоса Манас, природа Кыргызстана. Алина Хайдаршина, Нурдан Сергеев, Пирамида.